Назначение Церкви Господней Назначение Церкви Господней Было время, чтобы благодать Божия проявилась в Содоме и Гоморре Было время дано, но оно не проявилось благодать Христос сказал, что если бы в Содоме и Гоморре были явлены силы и знамения Которые явлены в тебе, Капернаум Они бы стояли до сего дня Церковь Христова Или Бог будет судить этот мир Или ты будешь жить свято, чисто, исполнять волю Божией на земле Смотрите, Иоанн говорит, что увидел, когда начал снимать печати Он увидел первого коня белого Потом рыжий конь И дальше еще два коня И говорит, будет мера на земле Будет смерть и ад следовать за этими конями А Слово Божие предупреждает Церковь Господню И говорит, и в полночь раздался крик Вот, жених идет Да, мир погружается во тьму Мир погружается во тьму И эта полночь, она так близко Мы это все видим Мы все это знаем И когда Захария видел этих самых коней Он увидел в первой главе И в следующей главе он увидел Рыжего коня Бегого Потом белого Всегда Прежде, нежели наступать суды Божии Церковь или народ Божий Он отступает от истины Он лишается силы Божьей И этот первый конь белый Как всадник На нем вышел, взял лук Чтобы как бы победить Но победы не получил Христианство Которое лишено силы Божьей И благодати Божьей Оно надеется на победу Но оно Никогда Не сможет победить И потому придет рыжий конь И было давно взято мир от земли Чтобы убивали Каждый друг друга Братья и сестры Мы живем в последнее время Мы сегодня живем в этот период времени Где Бог приглашает Каждого из нас Чтобы мы посвятили жизнь свою Для служения Богу Слава Богу за эти 10 лет Которые ты ходил в церковь И Бог беседовал с тобою Бог говорил с тобою Бог открывал тебе волю свою Но что я сделал в своей жизни Первые условия Которые делал должен христианин Приложить все старания свое В служение Богу Отделиться от этого мира Прибыть в слове Господнем В молитвах В постах В очищениях своего источника Дабы через твой источник Текла благодать Божия Хранить себя Хранить себя по слову Божьему Повиноваться и вести духовную брань И побеждать плоть свою И побеждать грех И побеждать этот мир Да благословит Господь Да сохранить каждого из нас Чтобы нам исполнить волю Божию И запомните на всю жизнь Как я буду молиться Как я буду служить Богу Есть вина Будет происходить в мире то Или будет остановка Что сегодня происходит Зависеть от Церкви Господней Запомните Не от президентов Не от правителей Зависит это Чтобы проводить жизнь Тихую и безмятежную Помните Что еще до рождения Христа Несколько десятков лет Легионы войск Римской империи Завладели иудейской землею И были во власти Там находились И Христос пришел Не во время Соломона Когда бы его сопровождали На колесницах Он не пришел во время Когда бы Соломон Оградил его И проповедовал Евангелие Спасение Нет, Христос пришел Когда римские гвозди Были приготовлены Сыну Божьему Он пришел Чтобы умереть за нас И эта римская империя Она совершит суд Потому что Предадут Христа Римлянам Евреи Народ Божий Который не оставил истину Не служит Богу И живет по своим путям Ходит И потому они предали Сына Божьего на распятие Говорит Что лучше один человек Пусть умрет Нежели Весь народ погибнет Они беспокоились За благополучие Своего народа Но отдали Сына Божьего На распятие Я сегодня хочу сказать Друзья Оцените это время Кажется На мировых часах Что-то происходит Дух Святой По всех церквях Возвещает Что народы Все окружающие Ждут мятежи И ждет Великая скудость То что мы сегодня имеем Это милость Божия Но чтобы эта милость Божия Продлилась Нужно прорывать В святости В чистоте И в молитве Чтобы сила Божия Через церкву Божию Являлась Для спасения Погибающего мира Аминь Продолжение следует...